Здравствуйте, Шаватоха, Гутубох, хорошая неделя. У нас 155-й урок по Мишлей, и мы находимся в главе номер 18, а предложение номер 9. Говорит Шлома Амеллах, нерадивый в своем деле брат-губителю. Крепкая башня, имя Всевышнего, и в нее бежит праведник. Теперь попытаюсь на иврите, что это значит. Гамми тропе бамалахто агулаба аль-машхид. Также человек, который ослабляется в своей работе, он брат тому, который приносит разрушение. Нерадивый в своем доме брат-губителю. Ну, в общем, похоже. Говорит Шлома Амеллах, гамми тропе бамалахто агулаба аль-машхид. Объясняет Мальби, то, что речь идет. Во-первых, в Перушим и Лим, в объяснении слов, Мальби говорит, что такое бааль-машхид, как по-русски его перевели губитель. Иш-машхид, человек, который разрушает. Колэль, это включает. Любые виды разрушения. Но слово бааль, тут сказано не просто машхид, а бааль-машхид. Бааль, это хозяин. Это показывает на киньян, на приобретение. И показывает. Шабана, ешхид, векилкель, атма шабана. Что здесь речь идет о двух действиях. Вначале что-то было создано, а потом это что-то разрушается. То есть, Мальби объясняет, что само словосочетание бааль-машхид, хозяин ашхаты, хозяин губления, это человек, который вначале что-то произвел, поскольку раз он бааль, то он хозяин чего-то. Значит, это что-то есть. И только потом он ее разрушает. Это объясняет Мальби в переводе слов. Теперь, в Виньяним, в объяснении момента, Мальбом говорит. Человек, на которого возложено делать какую-то работу для царства. И это человек, который, например, строит здание и разрушает его. Или, или человек, который сидит и ничего не строит вообще. То есть, у него есть работа построить какое-то строение для царя. Он либо строит и ломает, либо вообще ничего не делает. Он и шнеям шабе. У них одинаковое наказание у обоих. Бенкаху-бенкаху одинаково. Не имеет значения, что биньян не построен, который он должен быть построен. Теперь, человек, который метропе валуаса, человек, который ленится, облегчает себе жизнь и не делает. Гу-ах, он брат и подобен тому хозяину работы, который сделал и разрушил. И также нет разницы между тем, кто сделал заповедь и сделал Авейру, что Авейра, она гасит огонь Митцвы и уничтожает ее. Между человеком, который сидит и не делает вообще ничего, ни Митцвы и ни Авейру. Оба они называются, что не сделано то, что возложено на этого человека. И здесь мы учим, говорит Мальбин, что это относится к предисловию, к следующему посылку, который говорит Мигдаль Оз Шем Га Шем. Сильная, крепкая башня – это дом, это имя Всевышнего. Шем Га Шем, имя Всевышнего – это башня, которую строят люди. И это та работа, которая возложена на них. Здесь Мальбин говорит, что на человека возложена задача построить имя Всевышнего. Что имеется в виду? Что на человеке лежит функция «Ле Агдиль Шем Га Шем и Лев Нот Мигдашо» – возвеличить имя Творца и построить для него Мигдаш, для него храм. В «Еш Банео Машхит» есть люди, которые строят и разрушают, а есть, которые вообще ничего не делают. Одинаково они получают наказание. И это чува, и это ответ на цадик в Ирало, на понятие «праведник, которому плохо», о котором мы говорили раньше. Мальбин говорит о том, что человек, который работал садиком, человек, который выполнял митцвот, но после этого сделал Авера, Авера погасила эту митцву, и теперь все равно, что он ничего не делал. Заодно Мальбин вкладывает здесь, что ты можешь увидеть объяснение понятия «садик, которому плохо». Мы видим его хорошие дела, мы видим его митцвот, но поскольку кроме митцвот присутствуют какие-то Аверот, Аверот гасят митцвот, и поэтому цадика становится плохо в этом мире. Это одна из разновидностей, вариаций, возможностей того, что цадику в этом мире нехорошо. Не единственная, но одна из них, о которой говорит Мальбин. И здесь Мальбин объясняет пасук, о котором приведенный Шлом Амелохом, довольно интересным способом. Он говорит, что человек, который делает митцвот, и потом делает Аверот, он гасит те митцвот, которые были сделаны, и этого человека рассматривают как человека, который вообще не создавал, не строил, потому что он строил и разрушал, и в результате этого строения нет. Аверот, как бы если не особо вдумываться, то очень понятная идея, что вначале я построил что-то своими заповедями, потом, сделав Аверот, я разрушил все, что я построил, и это все равно, что я сидел и не выполнял митцвот. Но проблема в том, что это работает только в очень узкой области. Поскольку мы не знаем награду за митцву и наказание за Аверот, и то, и другое Всевышний скрывает от нас, поэтому мы не можем взвесить точно, какая митцва соответствует какой Авере, и наоборот. Поэтому сказать, что человек ничего не сделал, и его эффект равен нулю, это далеко не всегда верно, поскольку, может быть, какая-то митцва много выше, чем какая-то Авера, и награды за нее много больше, чем за какую-то Аверу, и наоборот, наказание за какую-то Аверу может уничтожить десятки митцвот. Поскольку точных весов для взвешивания у нас нету, эти весы имеются только у Всевышнего, поэтому, так как Мальбим объясняет этот пасук, он очень сужает форму спектра, которым говорит данный пасук Мишлей. Гемора в трактате Рожа Шона объясняет, на Дафью Дзайн, что Хакодыш Барху взвешивает действия человека, и взвешивает их на очень точных весах, это происходит каждый Рожа Шона, и человек, у которого есть на одну митцву больше, чем Аверу, он Цадик, человек, который есть на одну Аверу больше, чем митцвот, он Раша, человек, которого есть одинаковое количество, он Бейнани, он средний человек, и его Дзин подвешивается. Таким образом, мы видим из этой геморы, что понятно, что каковы весы Всевышнего, знает только Всевышний, у нас нету этих возможностей оценить ни одной митцвы, ни одной Аверы, но при этом далеко не всегда Авера срезает и убирает все митцвот, и далеко не всегда митцва снимает все Аверот. Весы, они очень сложные и непонятные. Поэтому перевести так, как Мальбим переводит этот пасук, что человек, который делал митцвот, но потом начал делать Аверот, это все равно, что он сидел и ничего не делал. Это не противоречит геморре Раша Шона, только в очень-очень узкой области, когда этот человек, который называется Бейнани, человек, у которого нет ни одной Аверы и ни одной митцвы, он стер Аверот, все митцвот, которые он сделал. Но так бывает далеко не всегда и в ту, и в другую сторону. Просто отметить этот момент. Но, с другой стороны, мы сейчас вернемся к этому продолжению пасука. А до этого, как Гаон Мивиль научит этот пасук, он говорит, он тоже использует то, о чем Мальбим сказал в комментарии перевода слов, что человек, который, Бааль Машхит, это человек, который был какой-то киньян, что-то было приобретено, и он это что-то теряет. Только Мальбим объясняет, что этому человеку были приобретены митцвот, и когда он делает его род, он теряет свой митцвот. В отличие от этого, Гаон говорит так. Гамми тропэма малахто, человек, который ленится в своей работе. Об этом сказано пасук в книге Дворим. Ты не должен расслаблять себя и не должен уничтожать, и не забудешь ты, брит, завет твоих отцов. Имеется в виду объяснение. Лойер пеха, не ослабляй, это соответствует митцвот Асе. Ты не должен чувствовать слабости в исполнении заповедей делой. В лоишке Теха, ты не должен портить, истреблять, это относится к митцвот Ло Те Асе. В лоишках от Брис и не забудь Брис Завет, это относится к Торе. И об этом сказано гамми тропэма малахто, человек, который ослабляется в своей работе, речь идет о митцвот Асе. То есть слово гамми тропэма малахто, начало этого пасука в Мишле, где сказано не расслабляйся в своей работе, это речь идет не расслабляйся в митцвот Асе, который митцвот делай, который дал тебе Всевышний. Ахулы Бааля Машхит, человек, который ослабляется, он, ах, брат, для Бааль Машхита, говорит он, что человек, который нарушает митцвот Ло Та Асе, об этом идет речь, он превращается в Машхита, он превращается в того, кто истребляет, разрушает. И здесь это тоже связано с пасуком, который приводил Шлом Амелла в другом месте, а именно в Мишле, в шестой главе Шлом Амелла говорил, Нуэфиша Хасер Лев, человек, который соблазняет женщину, он Хасер Лев, у него нету сердца, поэтому он Машхит нахвашо, он уничтожает свою душу, Гуя Асена, это то, что он производит. И сказали наши мудрецы, в Гемори Сангедрин, что этот пасук, человек, который соблазняет женщину, у него не хватает сердца, этот пасук относится к человеку, который учит Тору лепраким, иногда, кусочками, то есть иногда он занимается изучением Торы. Вот об этом сказано, что это человек, который соблазняет женщину, Пируш, объяснение. Человек, который учит Тору поиногда, это человек, который ослабляет самого себя от слов Торы, то, о чем говорит этот пасук. То есть сейчас Гаон объясняет, что весь пасук Гамми, Тропе, Бамалахто, также тот, кто расслабляет себя в своей работе, он является братом тому, кто приводит истребление в этот мир. Этип суким, говорит Гаон, они говорят о человеке, который учит Тору иногда, местами, где не учит, где не учит и так далее. Человек, который учит Тора вот так вот иногда, он ослабляет себя от слов Торы, поэтому он подобен тому человеку, который мошхит на фашу, который уничтожает свою душу. И человек, который хочет уничтожить, он это сделает. Поэтому расслабление человека в изучении Торы приводит к тому, что он начинает учить Тору периодически. Это периодически пятнами изучение Тора. Это как человек, который Тора называется очень часто «жена», Иша. Это все равно, что человек, который соблазняет жену, то есть не живет постоянно с женой, а периодически соблазняет кого-то. И это человек, который периодами касается Торы, а все остальное время марпеедайми Тора, он ленится, он ослабляет себя от изучения Тора. И про этого человека говорится, что он приводит к эшхоте, к уничтожению Брита, завета, который был с отцами. Этот кусочек Гаона не до конца понятен. Я его пересказал, немножко используя комментарий, который сейчас я прочитаю. Есть комментарий брата Гаона Мивильно, который написан в определенном издании, в современном уже издании его издали. Он говорит так, что непонятно, какое отношение имеет соблазнение женщины к тому, о чем мы сейчас говорим, к тому человеку, который ослабляет себя и так далее. И он говорит, что Кавана Гаона, имеют в виду Гаон, что Тора называется женой, как сказано в нескольких местах, например, в Геморе Брахот. И человек, который ноэв, человек, который соблазняет, он безусловно не Миехедетло, он безусловно не предназначает к себе какую-то конкретную жену, а он идет, соблазняет, идет за ней, блудниться. И делает это периодически, без постоянного контакта. Также человек, который учит Тору, учит Тору иногда, Тора не становится ему предназначена постоянно. Поэтому этот человек отходит от того завета, который заключил Хакодыш Баругу со своими, с нашими праатцами, со своим народом. И таким образом, когда человек Марпе становится, ослабляет себя в Митцве изучение Торы, то он приводит к тому, что он как бы ослабляет, отрицает завет, который создал Всевышний с нашими праатцами во время Моаммады Арсинаи, во время, когда мы стояли у горы Синаи. Теперь посмотрим после этого объяснение, еще раз перечитаем Гаона и посмотрим, что имеется в виду уже вооруженный тем, что сказал его брат. Шлова Меллах говорит, человек, который Митропе, Малахто, человек, который ослабляет от своей работы. Говорит Гаон, что существует три вида вещей. Лоя Рапеха, не ослабляй, относится к заповеди Масе. Лоя Шхетеха, не истребляй, не истребляй. Относится к заповедям, не делай. Вело Ишкахет Бритеха, и не забывай свой завет, это относится к Торе. Человек, который приступает к заповеди Ло-Та-Асе, о нем сказано Ло-Ташхит. Но человек, который Марпе, не от заповедей Асе, не только от заповедей Асе, и не от заповедей делай, но Марпе ослабляет себя. А Торы, он делает больше, чем просто Гашхата, истребление. Он делает больше, чем просто невыполнение Митцво-Та-Се. Он превращается в человека, который Наев, Иша, Хасер-Лев. Человек, который соблазняет женщину, у которого нету сердца. То есть, Тора для него превращается, не дай бог, в нечто подобное блудницы. То есть, не то, что должно быть постоянно здесь, не постоянное объединение, зевук, соединение между Ами-Сраэлями Торой, а он приводит к тому, что это соединение периодически, квантово, не знаю, как происходит. И таким образом, Тора уходит из этого состояния, и тем самым, разрушается завет между ними. И это то, что называется Ах-Гамашкит. Это то, что называется брат того, кто истребляет. Поскольку он сам не делает истребление заповедей, он просто ленится, периодически ослабляется от изучения Торы, то он приводит к состоянию Ах-Гамашкит. Теперь, чтобы немножко как-то подсластить, это, в принципе, уже все понятно, то Медраж говорит о том, что когда Ами-Сраэль встретился с Амалеком, место, в котором произошла эта встреча, называется Рафидим. Почему это место называется Рафидим? Говорит Раша, потому что, Гемора, потому что они, Рафуя, их руки ослабели от изучения Торы. Они в этот момент нарушили то, что говорит нам Шлома Амеллах, Гам Митропеба Малахтов. Человек расслабился в своей работе. Тора стала им принадлежать, Лепраким, периодически. Они не были соединены с Торой. В этот момент приходит человек, народ, который называется Амалек. Народ, который является самой жесткой клепой, самой жесткой шелухой кожурой клепой из всего, что создано в этом мире, клепа, которая называется клепа Амалек, клепа Ткелов, клепа, которая называется Машхит, Рашхата. Так вот, что приводит к этой клепе? То, что человек Марпея Дайм от изучения Торы. Человек, Митропеба Малахтов, человек, который расслабляется в своей работе. Поэтому, когда Машир Абейну перед смертью благословял Яшо и давал ему, не знаю, как это сказать, звучит немножко странно, но не знаю, как лучше сказать, давал ему инструкции по тому, как руководить народом, когда Яшо должен везти Амисройль в Эрицисройль для завоевания Эрицисройль, то он ему несколько раз говорит Рак Хазек Меот Ватит Хазек. Так усилься, пересиль себя, сделайся сильным, чтобы не ослабиться в изучении Торы. Мне инструкция больше нравится. Так звучит немножечко смешнее. Понятно, наставление, что когда ты будешь входить в Эрицисройль, водить народ Израиля в Эрицисройль, Хазак Меот, Тит Хазек очень сильно, для того, чтобы вы не ослабились в изучении Торы. И, если кто-то помнит, Яшо и был тот человек, который вышел первый на войну с Амалеком и поразил Амалека острием меча, поскольку суть Яшо это вот это вот анти, того, о чем сейчас предостерегает нам Шлома Меллах, чтобы мы не ослабили в своей, не расслабились в своей работе. Так объясняет Гаон этот посуг. Таким образом, Мальбим идет по одному пути, и Гаон по другому пути. Мальбим говорит о том, что даже если ты уже что-то приобрел своими Митцвод, но если теперь ты делаешь Аверот, ты стираешь все, что ты сделал и разрушаешь то здание, которое ты построил, тот Мигдаль-Ос, ту крепкую башню, о которой будет говорить следующий посуг, Кедуш-Гошема освящения имени Всевышнего, ты разрушишь, если Митцвод будут зачеркнуты твоими Аверот. Комментарий понятный. Может быть, кто-то помнит, что был посуг. Я сейчас не уверен, что я смогу его найти, что, во всяком случае, не надо будет тратить время, чтобы его искать. Когда шло, Мамеллах говорил, предостерегал нас или давал нам наставление о том, чтобы мы не давали взятку. Чтобы мы не давали шохот, взятку, шофету, судье. И говорит Гаон в этом месте, что взятку, которую нас предостерегают не давать судье, это не давать взятку Всевышнему. Судья это Всевышний, я кодыш бургу. И шло, Мамеллах предостерегает нас от того, чтобы мы не попытались дать ему взятку. О какой взятке идет речь? Понятно, что Всевышнему немножко тяжело сунуть там, я не знаю, шоколадку, бутылку, я не знаю, что, или даже деньгами не очень получается. О какой взятке идет речь? Объясняет Гаон и Вильна, что не прийди на суд Всевышнего, сказав, да, я сделал лавейру, такую-то и такую-то, но я искупил это, сделав такие-то и такие-то митсвот. Сотри с помощью этих митсвот те аверот, которые я сделал. Говорит Гаон, что это не прокатит, это не пройдет. Почему? Потому что за митсвот ты получишь награду в Алама-Ба, но за аверот ты получишь наказание. А кодыш-барагу нельзя зачеркнуть аверот, который ты сделал, аль-едей с помощью митсвот, который ты сделал после этого. За каждую из них ты получишь отдельный суд. Взятку Всевышнего дать невозможно. Это тот шафет, тот судья, который не берет взяток ни при каких условиях. Даже взятка посредством митсвы. Это на первый взгляд, я не могу точно сказать, но на первый взгляд. Это другой махалах, другой путь объяснения, чем то, что говорит Мальбин, который говорит, что за митсву могут быть зачеркнуты посредством аверот, который я сделал. Так, как учил Гаон в том пасуке, Гаон говорил о том, что каждый раз суд будет отдельно за митсвот и аверот. За каждое из них по отдельности. Это не сработает как взятка. А что нужно сделать, если сделал Лавейру? Понятно, что никто не будет возражать против выполнения заповедей. Делай заповеди на здоровье, но если ты сделал Лавейру, не ограничивайся митсвой, но так взорбать шува. Сделай шуву от той аверы, которую ты сделал, иначе за это аверу будет продолжаться наказание. Что касается митсва, которую ты сделал, то здесь, говорит Мальбин, я не могу точно сказать, Гаон халек на это или нет, не факт, но Мальбин говорит, что если ты сделал какую-то митсву и потом сделал лавейру, то авера может зачеркнуть твою митсву. Это, как я уже сказал, совершенно не обязательно, это очень конкретный спектр митсву и аверот, которые висят на аналитических весах и весят абсолютно одинаково, а это происходит далеко не всегда. Но тем не менее, по Мальбину об этом говорит Гаон. Перейдем к следующим Псуким Псук номер Ют 10-й Псук говорит Крепкая башня имя Всевышнего, в нее бежит праведник и защищен. Состояние богатого, крепкий город его, и как высокая грата оно в его воображении. Я прочитал два Псука 10-й и 11-й, поскольку Мальбин в комментарии их объединил вместе. Теперь на иврите Мигдалес Шем Га Шем Боя Руд Садик Ва Низгав Крепкая башня имя Всевышнего, в него вбегает праведник и там он спасается, там он защищен. Гон Ашир Кирья Тузо Много богатства оно является чем-то крепким, крепкой стеной для человека Кихома Низгава Бамышково и это как стена, которая защищает его Б Машкито Защищает его Б Машкито объясняет русский переводчик в его воображении Наверное, лучше слова не найду. Мальбин объясняет, что такое Машкито в комментарии в переводе слов объясняет Мальбин что это Циюр Галев рисунок, который человек рисует в своем сердце и его демьон и его фантазии. Как сказано, он приводит Раю, что где еще это слово используется у пророка Ишеяху для того же смысла. Так что перевод в общем почти идеальный. Теперь попытаемся разобрать как Мальбин комментирует этот посолок. Он говорит, что вот имя Всевышнего это на самом деле крепкая башня. Цадик, праведник, ше бацетко и ханена мигдальзе, что из-за этой праведности, из-за праведности которого была возведена, приготовлена эта башня, то есть цадик, он строит эту башню и он бежит в нее, потому что он сделал все действия во имя Всевышнего и для его красоты. И также он защищен в ней от своих врагов духовных и телесных, но богатый человек он думает, что его богатство это и есть крепость его стен. И для него это как стена, которая его спасает и защищает, а на самом деле все это только в его воображении. Имеется в виду, что схиятлибо в Адимьяно, его воображение, которое он построил себе, в которое он нарисовал себе, что богатство это стена, которая его защищает, но на самом деле он не может спрятаться за этой стеной и она не может его защитить, потому что это только воображение, а на самом деле этого нет. Поскольку все, что приобретает человек в этом мире это только его демьон, это только его воображение и только то, что построено на корне его фантазии. Таким образом, Мальбим объясняет эти два пасука очень просто. что то, что реально защищает человека в этом мире, это та башня в возвеличивании имени Творца, который он построил своими заповедями, и это то, что является для него и телесной, и духовной защитой. Но человек, у которого есть много чего в Алла-Мазе в этом мире, подобный человек, он рисует для себя, что все, что у него есть, это достаточная защита, но на самом деле это только фантазии, это только некоторые воздушные замки, которые он нарисовал, а настоящие замки, настоящие башни, это только то, что создан его митцвод, который сделан во имя во имя всевышнего, поскольку это и есть башня, в которой он может скрыться от своих духовных и физических врагов. Теперь посмотрим, как комментирует этот посук Гаон, поскольку у Гаона есть два комментария, и он идет, в общем, по немножко другому пути. Гаон говорит, что имя Всевышнего это и есть крепкая башня, и в нее должен бежать цадик, праведник, и там он спасется. Цадик это тот человек, который уверен, у него есть уверенность в имени Всевышнего. И это то, о чем сказано, по-моему, в псалмах, нет, это Верим Яу сказано, что праведник, он уверен в имени Всевышнего, и Всевышний это и есть то, в чем он уверен. Ашем это то, что ему мафтех, то, что ему обещает. И туда он бежит прямой дорогой, если он бежит в эту башню, то есть если он настроен попасть в эту башню имени Всевышнего, то он лои-кошель, он не упадет по дороге. И это цадик, который связан с митсвод делой. То есть как обычно, Гаон уже много раз нам об этом сообщал, что он называет цадиком, праведником, человека, который выполняет митсвод асе. Поэтому цадик, который бежит туда, он бежит туда и получит определенную помощь в исполнении заповед делой. продолжение низгав, там он спасается от кого он спасается, как там написано, секундочку, не от кого, в ируцве низгав, туда он бежит, и там он спасается, там он в защите. В защите от кого? Мьецр гора, то есть от митсвод лотаса. Человек, который выполняет, стремится, здесь вероятно надо использовать то, о чем говорит Мальбин, выполняет митсвод асе для выполнения, для возвеличивания имени Творца, он соединяется с именем Всевышнего, и оно, имя Всевышнего, является башней, крепостью, которая защищает его от Ецар горы и от от Ецар горы, которая пытается составить его нарушать митсвод лотаса. Митсвод не делает. Это комментарий Гаона, который написал Альдерих Пшат, простое объяснение этого Следующий комментарий Гаона написан курсивом, то есть Гаон его объясняет Бедерих Сод, на уровне Сод, Ремис, намека и тайны, и попытаемся частично понять, что здесь сказано. Вот, еще один комментарий. Второй комментарий, который он сейчас приводится, приведен в Адерит Ильяху, книги Гаона, которая одна из таких больших его работ, Адерит Ильяху, и базируется на кусочке из Цикунэйзогр, посмотрим, можем ли мы это так легко объяснить и понять. Говорит Гаон, что Мигдалес, вот эта крепкая башня, это очень высокое строение, в котором находится Барта де Малка, в котором находится сын царя. И это ос, это сила. Весохэк лакулам, кими холла лот, и он, находясь там наверху, он может над всеми смеяться, потому что кто может туда забраться? И это выражение, которое связано с Мишиной в Перке Авод, когда Мишина говорит четыре наставления для человека, выполняющего Митсвот, Гавэй Эски Намэр, первая из них, будь таким же дерзким, сильным, как Намэр. В данном случае Эс обычно переводится как дерзкий, а Гебор переводится как сильный, поэтому я буду использовать этот же перевод, но если мы так переводим, то Мигдаль Оз нужно перевести как дерзкая башня, не сильная, не крепкая, а именно дерзкая. Что это означает? Что человек, который удостоился оказаться в защите этой башни, он может смеяться над всеми, кто находится ниже его, над всеми видами проявлений Яцаргары, потому что он защищен именем Всевышнего, и поэтому Гавэй Эски Намэр, то есть ты должен как тигр быть дерзким и не обращать внимания на все насмешки, которые идут, находясь выше и не боясь ничего, но для этого надо подняться на эту башню. Бояру Цадик, в него, в эту башню бежит Цадик, вынес Гафи, там он защищен, то есть Цадик спешит оказаться внутри под защитой, и это четыре уровня, которые сказаны в Патриактате Перкеавод. Гавэй Калькинешер, первый из них, будь легок, как орел, эс дерзок, киномэр, как тигр, рац кицви, бегущий, так же быстро, как олень, в Эгеборке, Орье и такой же сильный, как лев. Мигдаль, слово Мигдаль, башня, она относится к будь таким же легким, как орел, поскольку она очень высокая, то на эту высоту может подняться человек, обладающий легкостью орла. То есть, ты можешь подняться на эту высоту, только если ты так же легко, как орел, поднимается наверх, так же легко ты спешишь к митсвот. Поэтому, с самого утра приводит Мишна Брура, Шульхонору, человек должен лить габер, пересилить себя и с утра вскочить рано утром, разбудить рассвет с легкостью, как это делает намээгнэшер, для того, чтобы подняться выше в праведности. Ос, слово ос, которое переведимы как слово крепкий, за не менее лучшего слова на русском языке, произведено слово эс, кинамэр, дерзок, как намэр, как тигр, это мы уже обсудили. Ты должен бежать, то есть, садик должен бежать как цви, так же легко, как олень, не обращая внимания ни на какие препятствия, перепрыгивая их, перепрыгивая все ловушки, которые стою и роют ецар гора, ты должен бежать в эту башню, о башне мы поговорим чуть позже. Низгав, что значит, он будет там защищен, то есть, ему ничего не надо бояться, он находится под защитой, поскольку, ты должен быть силен, как лев, это последняя часть. И эти вещи, четыре вещи, которые мы говорим, то есть, орел, тигр, лев и олень, эти четыре части, сильный, дерзкий, быстрый и легкий, они соответствуют торе, молитве, заповедям делай и заповедям не делай. Тогда, ты окажешься в этом Мигдаль-Оз, о котором мы сейчас говорим. Каль-Кенешер, ты должен быть легок, как орел, понятно, что орел это то, что поднимается высоко, поскольку он летать умеет, в отличие от некоторых, которые рождены ползать. То поэтому, что такое Каль-Кенешер, это тфила, это молитва, которая поднимается снизу вверх, и она должна быть у человека легкая, поднимающаяся, и человек должен очень сильно в нее углубиться, и это то, о чем сказано, что молитва, она вырастает, доходит до башни, до верхней башни. Тора, она соответствует тигру, понятие Эз, Оз, это дерзость, чуть позже обсудим. Радский цви, бежать как олень, и сильный как орье, это заповеди Асе и Лота Асе. Гебор Киарье, Мю Гебор, кто такой сильный, говорит Мишин, в первых, Кайвот, тот, который Митгабер Аль Ецро, тот, который может справиться со своим Ецером. Это соответствует Митсвот Лота Асе. Ты должен быть силен, как орье, чтобы ничего не могло тебя сдвинуть с места, чтобы не заставило тебя нарушить заповедь Лота Асе. Митсва Асе, здесь работа Ецер Гора против Митсвот Асе и против Митсвот Лота Асе. Ецер Гора работает совершенно по-разному, как каждый из нас много раз видел. Для того, чтобы заставить человека нарушить Лота Асе, заповедь не делай, нужно изобрести, родить какое-то желание нарушения, какую-то вещь, которая будет связана с тем, что я хочу сделать что-то резко отрицательное. Для того, чтобы не сделать Митсвот Асе, вполне достаточно просто лени, просто сидеть и ничего не делать. Поэтому, то, что обратно понятию лени, это каль кицви, рац кицви, надо бежать, как олень, не обращая внимания на лень. Судя по всему, олень, который явно совершенно в русском языке происходит от слова лень, судя по всему, олень совершенно не ленится бегать, и поэтому ты должен научиться от оленя бежать, несмотря на усталость, но не бежать во время игры в футбол или во время марафона 42 километра, это от человека не требуется, а бежать, выполняя заповеди делай. Для того, чтобы не нарушить заповедь не делай, недостаточно быть легким, как олень, здесь нужно быть сильным, как орье, для того, чтобы ецарара, который приходит и атакует с какими-то аргументами, ты мог справиться с этими аргументами, для этого нужно просто не обращать внимания, и милу геборг, кто сильный, тот, кто может лидгабер пересилить свою цирвору. Это заповеди и латасе, и всего это четыре элемента, которые приводят человека в эту мигдаль оз, и эти четыре элемента соответствуют имени Всевышнего, четырехбуквенного, который состоит из четырех букв, каждый из которых соответствует одному из этих элементов, то есть Тора, Тфила, Осе и Лотасе. Первая Ют соответствует Торе, Гей соответствует, вторая буква соответствует молитве, буква Вав соответствует заповедям Осе, и буква Гей последняя соответствует заповедям Лотасе. Гаон здесь не объясняет это соответствие, оно достаточно понятно, но я не хочу сейчас в него входить, очень глубоко во всяком случае, может быть чуть позже, а может нет, скорее нет, но в Тикане и Зогр, из которых Гаон это берет, в Тикане и Зогр, в тринадцатом Тикуне, Зогр, приводит такой кусочек, я маленький кусочек из этого Зогра зачитаю, приводится на арамейском языке, сейчас сегодня есть издание Зогра прямо с переводом на иврит, но у меня такого нету, и поэтому переводить будет немножко тяжело, извините. «Открыл Раби Шимон и сказал «Илоин иткину вэздагру бэмани корва лэгабэ хивиа». Верхние были приготовлены и предупреждены относительно приближения к змее. Змея, понятно, это всегда Яцаргара. «Де игуми канана бетурим равровин», что она начинает действовать, змея, бетурим равровин, многими путями, многими линиями. «Вию катель адам кадмай» это та змея, которая убила первого человека, «Вэлыхоль дарин» и все остальные поколения дегава аббатры, которые были после них. «Бэгимал дворим круза нафиг». В трех вещах ежедневно выходит круза. Круз лаахрис это объявление, которое делает Всевышний. Три вещи Всевышний объявляет каждый день. «Бэколь йома» каждый день. «Манды катель агухавия» «Кто убьет эту змею?» «Де иву макана бетуре в раввине», «Которая нападает и обвиняет разными многими путями». «Вейвины ла барта демалка» «Тот получит, человек, который убьет эту змею, он получит дочку царя». Если кто-то помнит, то много русских народных сказок о том, что царь предлагает свою дочку, и часть из них взяты явно совершенно исторы, только в пересказе они несколько своеобразно звучат, и понятно, что Змей Горыныч, которого Иван Дурак регулярно убивал по понедельникам в основном с похмелья, это происходило исключительно та самая Хивия, тот самый Нахаш, который Ецергора, и три головы, которые у него есть, это три головы Ецергоры, которые описаны в Зохоре, бывает три, бывает семь, которые описаны в Зохоре и в Геморе, но нас сейчас больше интересует Круз, который говорит Всевышний и говорит, что это за дочь царя, с помощью которой может получить человек, это Цлута, это молитва, с помощью которой человек Ятив Аль Мигдаля, человек может забраться на башню, Дейтмарба, которая сказана, на ту башню, о которой сказано, Мигдаль Оз Шем Гашем, это наш пасук, крепкая башня, это имя Всевышнего, в него может попасть праведник, бежит праведник, и там он будет защищен от этой змеи, Адыгахи, Рая Мигимна, вот тем временем, Рая Мигимна, Рая Мигимна, это дословный перевод, пастух, которому мы верим, Рая Мигимна, Зовар называет, Маширабейну, и вот этот Маширабейну, Кааса и Бекама, Айнин, Ветурин, Амринан, Ва Худрабейады, Маширабейну, про которого сказано, что он сразился с этим змеем, змеей и дубинабейады, и вот это вот хутро, дубина, палка, имеется в виду, Мате Маше, посох Маше, у него в руке, и этот Маше, он обратил свои глаза на эту башню, в Аса, Хат Барна Шалумин, Цадик Шмей, и сказал, что тот человек, который туда доберется, до этой башни, его зовут Цадик, который сидит на Мигдале, Каштабы Яды, Ва Гузарак Хаца и Лагабы Хавья, и человек, который туда забирается с помощью молитвы, это был Маше Рабейну, первый из них, ну, первый, тот, о котором говорит сейчас Зохар, он Гавазарик Хицей, он бросал, стрелял стрелами в эту хавью, в эту змею, в Эда Ию Пазар Годаль, и привел к очень большому, большой победе над змеей, в Эхавья Лагабахашифлон, и для него эта змея уже было ничего, и лишь надо пума, и это то, о чем сказано, таким образом, он говорит о том, что после того, как змей, Нахашканвани, внес смерть в Адама, и во всех остальных поколениях людей, понятно, что из-за греха, который сделал Адам во время, когда он ел отец да, тоф в ирак, дерево познания добра и зла, который произошел из-за Ецар горы, из-за Нахаша, из-за этого смерть вошла в этот мир, и даже человек, а именно, Маши Робейну, бар наш, настоящий человек, Маши Робейну, он умер, он не остался в этом мире, но, тем не менее, он путем тфилы открыл нам для этого, как бы, возможность повторения того, что сделал Маше, с помощью молитвы человек может зайти на эту башню, и, находясь уже в ней, он защищен от этой змеи и может поразить ее, кидая в нее стрелы, не приближаясь к Ецар горе. Это говорит Сикона и Зохра. Гагро дополняет и объясняет, что имеет в виду Зохр, потому что после того, как прочитать, что говорил Зохр, немножко понятнее, что говорит Гагро. Он говорит о том, что Маши Робейну вышел на уровень, когда он поднялся на вершину этой башни, и Нахаш для него был ничто, он уже не обращал на него внимания. Ецар гора его оставила. Если вы помните, я наверняка это приводил, есть такое место в Торе, где Маши Робейна обращается уже перед смертью в пустыне к Амисраэлю и говорит, «Ваата Исраэль», а вот сейчас Исраэль, «Махашем дорешмихем», что Всевышний требует от вас, «Ким ли равали шмор митсватав», а только бояться его и соблюдать его заповеди. Спрашивает Гемора, «А что Маши Робейну наехал на Амисраэль?» «Бояться Всевышнего» это милта зута, это маленькая вещь, милта зутра, извините, это маленькая вещь, это вообще ничего, и отвечает Гемора, да, для Маши Робейну он вышел на уровень, что бояться Всевышнего, это для него было, просто невозможно было не бояться Всевышнего. Это и есть тот самый Мигдаль Ос, о котором идет речь. Человек, который соединяется с Творцом, через четыре накуды, через четыре элемента, которые раскрыты в имени Всевышнего, ют, это хохма, мудрость, то есть Тора, гей, это тфила, и ют, он в этом мире скрыт почти полностью, поэтому только с помощью тфилы мы можем туда дойти, только с помощью Тора это сделать невозможно. Есть Гемора, которая говорит, что многие учились Многие учили Тора, у них не получалось, но когда молились, то Акодыш Барагу, он на тен хохма, лаколиниш, он дает мудрость любому человеку, то есть только с помощью молитвы можно дойти до понимания Тора, до понятия Тора, поэтому с помощью молитвы можем туда дойти. Для того, чтобы молитва была нормально, функционально, нам нужно пройти нижние две буквы имени Всевышнего, а именно, то, о чем говорит Давид Гамеллах, Сур Мира Ваасе Тов, вначале отклонись от зла и потом делай добро, то есть не нарушать Митсвот Лотасе, пройти то, что Рамхаль называет, путь, который называется Згерут, после этого дойти до уровня, который называется Зарезут, это спешить к выполнению Митсвот Асе, после того, как мы прошли эти уровни, на самом деле более высокие тоже, но я сейчас не буду в них ходить, человек с помощью молитвы достигает Сиюта Дешмая, когда Акодыш Барагу поднимает его на уровень, когда он может воспринять Тору, его сердце становится более чистым, и тогда, когда он воспринимает Тору, он находится вот в этом Мигдаль-Ос, и после этого Ецаргара ему уже перестает быть страшна, пройдя путь четырех животных, о которых говорит Перкеавод, Эскинамер, Раски Цви, Кальки Нешер и Геборки Арье, такой же, это верхняя ступень, Эскинамер, то есть, человек, который уже перестает чего-либо бояться, потому что с помощью молитвы он добрался до Кальки Нешер, легкий, как орел, он добрался до этой башни, Митсвот Асе и Митсвот Асе, Арье, это Негет Митсвот Лоте Асе, и Цви, соответствует Митсвот Асе, он соединил все эти вещи, он соединил в себе Тору, Тфилу, Митсвот Асе и Лоте Асе, этот человек называется Цадик, все это он делает, объединяет четыре буквы имени Всевышнего, таким образом он освещает имя Творца, и после этого он может быть Эскинамер, он может быть такой же наглый, как тигр, не обращать внимания на Нахаша, на змею, подобно Маширабейну, для которого Нахаш уже был клум, для него это было уже ничто, и это то, о чем говорит Раби Шимон, что каждый день выходит Круз, голос Всевышнего, который говорит, кто тот человек, который удостоится уничтожить Нахаша, уничтожить Нахаша, истребить Яцергора, имеется ввиду истребить из себя Яцергору, подняться на такой уровень, когда Яцергора на него перестает воздействовать, говорит Шлома Амелах, вот в этом вот кусочке Мишли, когда говорит Мигдальос, «Щем, ащем, боярут, садик, вонизгав». Мигдальос, вот эта крепкая башня, это имя Всевышнего, и в него бежит праведник, и там он защищен от Нахаша, от Яцергоры. Теперь после Зохара понятно, что имел ввиду Гагро, потому что так этого Гагро понять немножко было тяжело. И постараемся, а мы уже читали Мальбимон, 11-е предложение, еще одно предложение, как его объясняет Гагро. Гон Ашир Кирьятос, вы помните, что Мальбим объясняет, что фантазии, которые делает богатый человек, он фантазирует, что его богатство, золото и серебро, это стена, которая его защитит, но на самом деле все это фантазии, все это только в его воображении, а истинная защита это только Мигдалеса, о котором мы говорим, вот эта вот башня. Теперь Гаон, поскольку он идет совершенно по другому пути, давайте смотреть, как обсуждает он этот посуд. Гаон говорит, Гон Ашир Кирьятос, кихаманис гава бамасыхто. Говорит Гаон, что шны ецерейра ешлаадам. У каждого человека есть два вида ецергоры. Один, который находится снаружи, и другой, который находится внутри. То, что находится ецергора, которое находится снаружи, это весь мир. Во время, когда человек устремляет свою душу, лавададашемидбарах, службы Всевышнего благословленного, елогола, над ним начинают смеяться. Каким образом начинают смеяться? Очень по-разному. Начинают смеяться, но я предложу какой-нибудь один вариант. Я не знаю, на что здесь у меня есть ссылка, на тура Ораха и Малиф, но в туре есть несколько мест, которые предостерегают человека, который собирается выполнить какую-то митсу, и над ним начинаются какие-то разговоры, как он должен быть, каким образом он должен чувствовать себя в Мигдаль-Оз, вот в этой башне, и чувствовать себя дерзким, не стесняться, поскольку, в принципе, Амисраэль бэйшанимхэм, Амисраэль это люди, которые стеснительные, и это майла, это плюс народа Израиля, а не минус их стеснения, но в определенных ситуациях стеснение запрещено, и человек должен быть дерзкий, находящийся вот в этом кирият-узо, вот в этих стенах, которые состоят из его дерзости, из его, где-то даже, возможно, какого-то хамства, что-то подобного. Один из примеров. Человек находится в гостях, в шаббат. Там кормят, поят, понятно, что человек чувствует благодарность к хозяевам, и вдруг на третью трапезу не дают хлеба. Он должен сказать, говорит Тур, приводит лошон Робейну Йона, он должен сказать, что, пожалуйста, дайте мне хлеба, чтобы я мог выполнить заповедь Создателя, как приказал Всевышний Фторий. Это почти дословное, я просто перевел по-русски, почти дословное цитаты из Робейну Йона, и я привел этот кусочек просто потому, что понятно, что, когда тебя кормят, попросить что-то еще, это не всегда удобно, и это всегда неудобно, и человек должен вести себя как можно более скромно в гостях, но, когда речь идет о выполнении заповеди Всевышнего, он должен твердо сказать, дайте мне две халы, два хлеба, для того, чтобы я выполнил заповедь Творца. Два есера есть у человека, один из них снаружи, и другой внутри. Снаружи это есер, который называется мир. Во время, когда он устремляет свою душу для службы Всевышнего, над ним начинает насмехаться, над ним начинает, ему становится неудобно это делать. И устами говорят, ламалыха, зачем тебе это нужно? И это есер гора, который находится снаружи, человеку неловко, неудобно и так далее. И об этом сказано, пасук в Торе, Гаон говорит, что Ремис, намек этого пасука, лепета хаттус раветс, что когда Каин и Эвель приносят жертвоприношение Всевышнему, и жертва Эвеля принята, а Каина не принята, то Каин начинает по этому поводу страдать, переживать и так далее. Это еще до того, как он убивает своего брата. И Всевышний ему говорит, зачем ты завидуешь, зачем ты переживаешь. Если ты устремишься к митсвот, то мутап, то все будет очень хорошо. Но если нет, то знай, что лепета хаттус раветс. У входа находится грех. Есть очень много дрошот, которые из этого пасука выводятся. Одна из дрошот, которые сейчас нам говорит Гаон, я не знаю, есть ли где-то Маккор у первых комментаторов или у Хазаря этой дроши, или Гаон это говорит сам, я не знаю. Но Гаон объясняет, что лепета хаттус раветс, что в выходе из тебя, как только ты выходишь для того, чтобы сделать какую-то митсву, тут же находится грех в виде того, что тебе неудобно делать какую-то митсву в присутствии различных людей. И они тебе начинают говорить, а зачем, а что и так далее. И это неудобство, насмешка, это первый вид Ецар-Гары, о котором идет речь. Лахен. Поэтому человек должен сделать, что ему надо сделать, чтобы бороться с этим видом Ецар-Гары. Я надеюсь, что я более или менее членораздельно перевел, объяснил, что имеет в виду Гаон под этим видом Ецар-Гары, который говорит о том, что человек чувствует себя неудобно, когда он ведет себя иначе, чем другие люди. Это могут быть и неевреи, и евреи, и евреи, соблюдающие митсвот, на которые именно в этой митсве, по какой-то причине, для которых у них есть сто объяснений, которые идеальные объяснения, но по какой-то причине противоречат Гемора и Шульхоноруху и, соответственно, являются стопроцентно неверными. Человек чувствует себя неуютно, когда он плывет против течения, идет против людей. Ситуация, которая очень возможна, и я как-то рассказывал, не знаю, здесь, не здесь, я не помню, где я что рассказываю, что на одном из семинаров под Москвой был такой случай, что я решил в Муцеете Шебеав, на исходе Тешебеав, пойти посмотреть, есть или нету Луна, для того, чтобы сделать кедуш лавана освещение Луны. Взял с собой Сидур и фонарик и пошел поискать Луну, а дверь из гостиницы была закрыта. Я попросил актершу открыть дверь, она открыла дверь и спрашивает, от чего, говорит, вы днем обычно ни разу не выходите, а тут именно в пол первого ночи вам вдруг приспичило пойти погулять. Я, не задумавшись, просто так вот случилось, я сказал, что я хочу поискать Луну. Она внимательно посмотрела мне на лицо, на фонарик, опять мне на лицо, опять на фонарик, пожала плечами. Я почувствовал несколько, ну, своеобразное ощущение, но я не стал ей ничего объяснять, поскольку не за чем, в общем, объяснять. И вспомнил ситуацию, где я себя очень стеснялся, ситуацию, когда один из нашей компаний, человек, сочковал советскую армию, для этого попал в сумасшедший дом на месяц, примерно, был госпитализирован для того, чтобы не попасть в армию. Понятно, что попадание в советскую армию в 80-е годы человека, соблюдающего медсвод, это было пико-хнефиш, спасение жизни, либо он там не выдержит, либо перестанет соблюдать, ну, понятно, как это происходило. Вот, и меня попросили, идти и потрубить в шафар около ворот сумасшедшего дома. Мы договорились на определенное время, один я не пошел, и я хорошо помню взгляды, на которые меня не пациенты, а именно медсестры, которые выглянули из окна первого этажа и смотрели, как стоит два дурака, один из них подходит рог и начинает выдувать из рога различные звуки. Кстати, по-моему, хорошо очень дулось в тот раз. Я не могу ответить на вопрос, который мне задан, известен ли кто-то еще, кроме Маше, которого достиг уровня Эскинамер, который полностью победил Ецергоры. Такие люди были. Есть девять человек, которые перечислены, которые вошли в Ганеден без смерти. Есть люди, которые умерли только из-за Этош-Ли-Нахаш, из-за яда первой змеи, поскольку смертны абсолютно все из-за него, и которые могли смеяться от Ецергоры. Такие люди есть, но это отдельный как бы разговор. Зогар привел Рая Мехимна только Маше Робейну. Для того, что мы хотели сказать, это понятно. Но, в принципе, такие люди есть. Были. Не на уровне Маше, понятно, но были. Так вот, когда человек делает какую-то Митсу, то Ецергора, которая приходит извне, это Ецергора, которая не просто мешает этой Митсуе, а я думаю, что все находились в этой ситуации, когда очень неловко себя чувствует по той или иной причине, хотя вроде бы хочет сделать Митсу и понимает, что надо, а с другой стороны вот на тебя смотрит не весь как. Так вот, Гагро здесь пишет, что есть средства для того, как бороться с этой Ецергорой. Лекарство. Лекарство, это называется Мизуза. То есть, прибей Мизузу на воротах своего Петаха, своего входа, поскольку написано, что Бепетах, Хатас Равец, прямо на выходе тебя подстерегает Авера, грех, то поэтому на выходе должна быть Мизуза, чтобы этот Хатас не мог войти внутрь, чтобы хотя бы внутри дома у тебя была защита от этого. И это помогает человеку, и поэтому правильно при выходе из дому целовать Мизузу, при входе в дом целовать Мизузу, и это та защита, которая тебе дается. На Мизузе написано, у меня уже не очень есть время, то есть не очень есть, а очень нет времени, на Мизузе написано имя Всевышнего Шин-Далет-Ют, то есть буквы Шин-Далет-Ют, которые образуют имя Творца, которые означают Шамар-Ла-Ла-Мудай, которые означают тот, который сказал миру достаточно, и означает тот, который охраняет двери Израиля. Но я вижу, что мне надо на эту тему поговорить будет более подробно, просто потому, что иначе я со мну весь этот пасук. Так что в следующий раз Боизра-Дашем мы начнем с пасука номер 11, мне придется что-то повторить, ничего страшного, и Боизра-Дашем двинемся дальше. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.